Если вы поделитесь паролем, ваш партнер может от вас уйти. Представьте, вы приняли серьезное решение в своих отношениях. Нет, вы не купили дом или обручальное кольцо. Вы дали партнеру все пароли от гаджетов и соцсетей. Сделав это, вы словно говорите, что доверяете ему. Но хотя раскрытие такой важной и личной информации может показаться шагом в правильную сторону для ваших отношений, могут произойти и негативные побочные эффекты. Что нужно учесть, прежде чем отдавать свои пароли? Перед тем, как вы это узнаете, не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления, чтобы перейти на яркую сторону жизни. Исследование, проведенное страховой компанией Better Buy Insurance, показало, что 41% людей от 18 до 34 лет жалеют о том, что рассказали свои пароли партнерам. Это почти половина. Возможно, возраст имеет значение, поскольку лишь 5% людей старше 55 сообщили о своих сожалениях. Из-за того, что более молодая группа лучше разбирается в технике, потерять доверие, забираясь в чужую переписку, гораздо легче. Давайте разберем главные аспекты этого вопроса – установка границ и уважение к личному пространству. Давая свой пароль и другую личную информацию в сети, подумайте, доверяете ли вы своему партнеру по-настоящему. Даже если вы вместе уже больше года и живете вместе, насколько хорошо вы его знаете? Уверены ли вы, что после сильной ссоры или даже разрыва он не будет мстить и использовать вашу информацию без вашего согласия? Вы можете ответить – конечно, не будет, но есть вероятность, что вы просто не видите ситуацию полностью из-за своей влюбленности. Правда в том, что безоговорочно верить нельзя никому. Тем более на 100%. И даже если вы так не считаете, важно думать о сообщении ваших собственных паролей как о нарушении личных границ. Кроме того, нужно понимать, что наличие у вас отношений не подразумевает отсутствие личной жизни. Каждый человек в первую очередь личность, и вне зависимости от вашего статуса отношений, вы имеете право на личные увлечения, хобби и прочее. Только не путайте личное пространство и ложь. Держать что-то при себе – это нормально, если вы при этом открыты со своим партнером. Джейми Скипер, тренер по личностному росту, поясняет, что у каждого есть право на личные мысли, сообщения и беседы в сети, и не важно, состоит человек в отношениях или нет. Она говорит – соблюдайте личное пространство и индивидуальность других людей, уважайте их мировоззрение и помните, что они могут не разделять ваши убеждения. Проще говоря, уважайте личное пространство вашего партнера как в реальности, так и в сети. Манипуляция. Прежде чем доверить другому свою личную информацию, задайте себе один важный вопрос. Зачем ему так нужны эти сведения? Зачем вы даете партнеру свой пароль? Вы решили это сделать просто так? Лишь то, что вы очень близки и делите жизнь на двоих, еще не значит, что вы должны знать пароли друг друга. Если вам не хочется, чтобы ваш партнер владел этой информацией, это не значит, что вы ему не доверяете. Вы просто осторожны. Если партнер упорно просит ваш пароль и говорит, что вы ему не доверяете, раз не даете, то знайте – это классическая манипуляция. Ваше нежелание выдавать личную информацию воспринимается как нечто большее и используется для того, чтобы поставить под угрозу отношения. В этом случае, возможно, стоит подумать о разрыве. Сегодня ваш союз с другим человеком может быть безоблачным, но что будет месяц или год спустя? Невозможно знать наверняка, к чему приведут отношения. Поэтому, дав пароль своему партнеру, вы можете нанести себе непоправимый ущерб. Многие пары рассказывают жуткие истории о бывших возлюбленных, которые взламывали их аккаунты на Фейсбуке и в Инстаграме и притворялись теми, кто их отверг, общаясь с разными людьми. Звучит как настоящий кошмар. Самозащита Если вам не хочется делиться паролем со своим партнером, необходимо принять меры предосторожности при его составлении. Партнер знает вас очень хорошо. Вы удивитесь, насколько легко он может угадать даже совершенно секретный пароль. Вот несколько советов о том, как создать идеальный пароль. Первое. Создайте для электронной почты отдельный пароль. Убедитесь, что он абсолютно надежный и трудноподбираемый. Если у вас взломают все аккаунты, почта понадобится вам больше всего. Второе. Будьте непредсказуемы. Чем более случайные слова вы подберете, тем лучше. Главное, запишите их себе в безопасном месте, чтобы не забыть. Третье. Воспользуйтесь двухфакторной аутентификацией. Во многих онлайн-сервисах вам предложат двухэтапную проверку безопасности, чтобы защитить ваш аккаунт еще лучше. Обычно двухфакторная аутентификация предлагает зайти с уже зарегистрированного устройства. Попытки зайти с другого устройства, скажем, с телефона вашего партнера, будут пресекаться. Четвертое. Меняйте пароли после разрыва. Если вы рассказали свою пароль партнеру, а затем расстались с ним, поскорее смените кодовое слово, пока он не смог им воспользоваться. И даже если вы ничего не рассказывали, то лучше периодически менять свои пароли, чтобы избежать взлома. Помимо паролей в цифровом пространстве есть и другие способы разрушить отношения. Социальные сети совершенно изменили правила общения между людьми. У вас бывало желание проверить профиль своего партнера в Инстаграм или Фейсбук и посмотреть, на кого он подписан. Это легко может привести к ревности с вашей стороны, хотя именно вы решили подглядывать. Ситуация со временем будет только усугубляться, ведь вы начнете придумывать совершенно немыслимые истории в то время, как на самом деле ничего плохого не происходит, просто ваш партнер на кого-то подписан. В этом же и есть суть Инстаграма и Фейсбука. Социальные сети также не дают вам забыть прошлые отношения. Возможность посмотреть на жизнь бывшего или бывшей, не оставляя следов, не позволяет вам отпустить прошлое. Проверяя личную страницу бывшего партнера, вы можете начать испытывать иррациональную ревность и злость, а это очень токсичная привычка. Она не дает вам двигаться дальше и может даже повлиять на текущие отношения. Кому понравится, что любимый человек постоянно проверяет страничку бывшего или бывшей в Инстаграме? Ответ прост – никому. Никто этого не любит. Как еще соцсети могут навредить отношениям? Они не дают вам жить здесь и сейчас. Если вы на свидании обновляете свой статус и публикуете фотографии своего коктейля, то вы упускаете из виду само свидание. Оно предназначено для того, чтобы поговорить с партнером и поделиться друг с другом своими чувствами. А если вы не можете отлепиться от телефона, то теряется весь смысл встречи, необходимой для здоровых отношений. Если вы понимаете, что ваш партнер пользуется вами или манипулирует, чтобы разрушить вашу жизнь, вы, скорее всего, находитесь в токсичных отношениях, из которых лучше побыстрее выбираться. Попробуйте открыто поговорить с ним о своем беспокойстве и посмотреть на его реакцию. Главное – общение. Вы когда-нибудь говорили свой пароль партнеру, а потом жалели об этом? Расскажите нам в комментариях. Не забудьте поставить лайк, поделиться этим видео с друзьями и подписаться на наш канал. Оставайтесь на яркой стороне жизни. Субтитры сделал DimaTorzok